Всем привет! Илья Маликов и Данил Неронов из группировки Харнер. Ру добро пожаловать нам в гароши. Мы сейчас расскажем, как вам за один несчастный комментарий выиграть новенький мотоцикл. Мы не будем делать секреты, тайну, что это за мотоцикл. Прямо при вас сейчас раскрываем и начинаем рассказывать про него. Вы готовы? На счет три. Раз, два, три. Это легендарный мотоцикл Альфа. Почему он легендарный? Потому что большинство современной молодежи начинает именно с этих мотоциклов. И есть целые кассы, целые группировки, которые ездят исключительно на этих мотоциклах. Мы сегодня на нем обязательно поездим. Мы его сейчас соберем, посмотрим, как Данила Константинович будет его тюнинговать. Расскажем все его прелести, все его недостатки, все его возможности. Ну и в процессе расскажем, естественно, как вам выиграть вот этот мотоцикл, который еще вот в заводской смазке. Еще вот в пыльтиленче, который заботливые производители. Рви ее. Анбоксинг, анбоксинг. Есть анбоксинг, да? Мы сейчас... А, это смотри, то есть можно возить с собой потом, чтобы сидение не могло настоять. Просто не во всех отелях есть шапочки для душа, ты можешь использовать ее. Перед тем, как начать распаковывать и собирать этот прекрасный мотоцикл, в двух словах расскажу об условиях конкурса, как вам выиграть, как вам принять участие и выиграть мотоцикл. Условие номер один будет подписанным на инстаграм Миронова, ссылка в описании. Условие номер два будет подписанным на мой инстаграм, ссылка тоже в описании. И в ноябре 2020 года в моем инстаграме будет пост с розыгрышем, где вам нужно будет оставить один комментарий, в котором вы опишите, почему именно вы должны стать владельцем вот этого прекрасного мотоцикла. Мы выберем 10 победителей, которые получат в футболке Harden Roo, наш новый мерч. И из этих 10 победителей будем искать того, кто станет владельцем этого мотоцикла. То есть мы попробуем вручить первому, если первому по какой-то причине он не подойдет, то будем переходить второму, третьему, четвертому. То есть из этих десятки, если кто-то не сможет стать победителем, это будет все сдвигаться. Еще важное дополнение. В конкурсе могут участвовать люди любого возраста и пола. Но если вам нет 18 лет, вы еще не совершеннолетний, ваш приз, если вы выиграете первый приз, будет согласован и отправлен вашим родителям. Не обессудьте. Все-таки вдруг чего? Не хотелось бы брать такую ответственность на себя. Ну, я думаю, что любой родитель будет рад такому мотоциклу. Тем более, это специальный мотоцикл. Не очень мощный, не очень быстрый. Хороший вариант для начинающего райдера, чтобы понять, вкусить все удовольствие. Кстати, даже родители смогут на нем погонять. Он на сцене держит большой вес. Ну все, давайте разбирать уже мотоцикл и собирать его. Поехали. Что ж, мы сделали самое важное в тюнинге, в настройке мотоцикла. Это сняли защитные пленочки, сняли пупырочную пленочку. На этом мои полномочия все. Дальше приступает к делу профессиональный механик, технический директор группировки Harder.ru и ведущий рубрики 313 дурлай-хаков. Мы будем его тюнинговать. Я об этом говорил. Из 50 кубов сделаем огромное количество. Не будем говорить как, потому что это фактически уже вне закона. Но, тем не менее, он должен ехать, он должен валить на заднем. Он должен радовать своего нового владельца. Каждая деталь... Вопрос к тебе. Надо гадать, что это. Каждая деталь... Ух ты! Класс. Тормозная жидкость? Нет. Бензин? Нет. Ребят, напишите в комментариях, что вот здесь. Это очень тяжелая, здесь какая-то жидкость внутри. Для чего вот эта жидкость я не смог подгадать? Может антифриз? Во-первых, обратите внимание на задний план. Данил Константинович с своим богатейшим опытом начинает с чего? Начинает читать мануал. Как правильно собирать, как правильно его подготавливать к езде и так далее. Не пренебрегайте инструкциями. Каждая деталь, которая получится, мы отгравируем логотипом Hard Enduro. Для чего мы это сделаем? Ну, для того, чтобы тот человек, который выиграет мотоцикл, если он его продаст, перепродаст, если у него его гонят... В общем, чтобы этот мотоцикл у каждого нового владельца, они знали, откуда растут ноги. Они знали, что этот мотоцикл достался первому владельцу бесплатно. Возможно, прямо сейчас на ваших глазах из сока и глушителя мы приватим прямоток. Потому что что такое прямоток? Я посмотрю. Мы не будем приватить. Не будем приватить прямоток, чтобы ваши соседи, когда вы будете гонять по ночам, не прокинали вас и не полкили нам карму. Причем оглушитель будет стоковать. Такой прекрасный. Ну, если бы я не знал, что эта вещь идет в одной коробке с мотоциклом, то я бы предположил, что это бампер от квадроцикла. Но, наверное, это защита коленей, ног райдера. Ну, выглядит очень мощно и достаточно тяжело. А может, потом вы ее снимете. Обязательно нам напишите, если вы играете мотоцикл, а потом я сниму. Вот эта вещь! Эта вещь! Она уже не на всех городских мотоциклах. У меня, по крайней мере, ее нету на мотоцикле. Но это центральная подножка. Класс! Я всегда удивлялся, когда люди разбирают мотор. Огромное количество запчастей, огромное количество разных рабочих винтиков, гаечек. И потом собирают, и ничего лишнего остается. Вы посмотрите сейчас сюда. Мы начали собирать. Здесь просто огромное количество всего. Как вы думаете, к концу сборки будут ли лишние детали на столе? Мне кажется, что они должны остаться. Пока я еще не все распаковал. Распакую то, о чем нас просили в видео не говорить. Кого ты когда-то обновывала? Ну, я думаю, что вам не надо объяснять. Кто понял, тот понял. Кто не понял, может, не нужно знать. В общем, вот эта вещь, из которого будет состоять, собственно, здесь на... В общем, ребят, не пренебрегайте зеркалами. Особенно, если вы планируете выезжать на обочины допов. Берегите себя. По большому счету, по правилам, после того, как вы заправили кислотой аккумулятор, он должен постоять 12 часов. И после этого вы должны провести полный цикл зарядки. Ну, и изначально, на самом деле, он должен работать. Мы заправляем шприцом, потому что из оригинальной тары я не представляю, как заправить. Честно говоря, не уделавшись целиком. Кислота достаточно активная. На себя не капайте. Вот видно, уже она начала со столом взаимодействовать, где я пролил. Сейчас начнется самое интересное. Мы будем менять цилиндр и поршень на другую кабатуру. Я давно не был в четырехтактных моторах. И главное, сейчас ни в чем не запутся. Обратите внимание на эту шайбу. Именно здесь должна быть шайба. Именно на этой шпильке. Здесь проходит масляный канал в головку. Здесь алюминиевая шайба. Не путаем ее. Тоже сломан. Функции прокладки. Эта крышка ставится в одном положении. Вот этим зубом назад. Прокладка осталась на месте. В комплекте не идет в зип. Продолжение следует... Продолжение следует... Я считаю, что из этого поршня можно сделать украшение, ну, медален какой-то, вполне по размеру подходит Слушай, перстень, давай из него сделаем перстень Мне запретили об этом говорить, но мы меняем вот этот маленький поршнек на вот этот поршень побольше Брать внимание, заметна разница, да, в цилиндрах Но если вы боитесь, что вас арестуют, здесь видите, 49,9 кубических сантиметров, старый Новый в этом месте кто-то случайно сфрезеровал кубатуру Соответственно, вы можете кернером наметить, накернить себе кубатуру 49,9 Сейчас мы начнем сборку, и прямо перед сборкой я скажу, что куда не забыть установить Но главное, когда вы будете сами это делать, какие-то подобные работы, вам нужно просто соблюсти последовательность деталей, которые вы откручивали, снимались Мы уже установили палец на поршень Мы, 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 мы пахали, я и трактор, я кручу гайки, он рассказывает, мы Вот, уже установили палец поршневой, обязательно нужно смазать Кольца мы обязательно разводим замками в разные стороны И на поршне указывает наверх Поршень перед установкой цилиндра обязательно смазываем моторным маслом Не забываем поставить направляющий и не потерять резиночку, которая находится на прокладке Ставим цилиндр, при установке цилиндра не заломайте кольца Не заломайте, сломайте, не загусите и тому подобное Ну и дальше перед установкой головки я еще раз проговорю Далее, господа, устанавливаем направляющие И не путаем вот эти две направляющие, которые стоят по диагонали С вот этой втулкой с резинкой уплотнительной, которая стоит вот здесь Здесь проходит масляный канал Вот эта модифицированная уже прокладка с алюминиевым кольцом будет стоять у нас вот здесь Тоже здесь проходит масляный канал Немного проговорим про ГРМ Ставим цепь, у вас должна быть на звезде распредвала точка к проточке сюда Вот здесь открываете крышку, и эту крышку там будет буква Т и риска напротив вот этой риски Вы должны это совместить Это верхняя мертвая точка Мы это совмещаем, у нас совпадают все метки, значит у вас все хорошо Звезду по-другому вы не поставите Сверловка асимметричная Пока еще не с нами глушите, призывать не будем, но попробуем запустить А, сверху чуть, смотрите Поворотнички Что, задний ход? Это что такое? Все работает, посмотрите Я только что сам собрал вот этими руками вот эту пару Та-дам! Удивительно, даже под твой ростом, в принципе, смотрится гармонично Сверху чуть-чуть Сверху чуть-чуть Еще такая строчка такая, да? Газ очень грязный Отвизг, да? Да-да-да-да Вот все, что осталось лишнее Немножко металлических изделий Лишний цилиндр Это инструменты В общем, это все соберем и вместе с мотоциклом Отправим победителя нашего розыгрыша Обязательно отправим инструкцию на русском языке Красиво напечатанную Здесь все подробнейшим образом изучите Не давайте детям до 16 лет управлять данным транспортным средством Я думаю, что мы можем тогда вручить с 16 лет, а не с 18 С 16 лет, но я бы сам согласовал с родителями Ну, вам может быть и в 8 лет вы можете выводить этот мотоцикл А если ваш родитель не против Он может дождаться как минимум Будет стоять в гараже, а ребенок будет расти В гараже Вот эта вот легенда Она должна стоять не в гараже Если она не ездит, она должна стоять как минимум в гостиной А лучше в спине Ну, чтобы закончить историю про поршень В сравнении просто небольшие поршни Обязательно в комментариях напишите Что вот из этого малыша нам сделать Мы думаем, что либо это должен быть перстень Либо медальон Но может быть вам какую-то идею в голову придет Более оригинальной Напишите в комментариях Мы обязательно это сделаем Вот из этого малышенького поршня Вне зависимости от кубатуры вашего мотоцикла Вне зависимости от ваших навыков Вне зависимости от расстояния, которое вы планируете проехать на мотоцикле Никогда не забывайте об экипировке В первую очередь о мотоциклетном шлеме Потому что самые распространенные травмы Самые распространенные летальные случаи Происходят именно тогда, когда Я сейчас покажу как надо Да я здесь вокруг дерева и так далее Никогда не давайте управлять своим мотоциклом Людям, в которых вы не уверены Что они умеют пользоваться мотоциклами В общем, берегите себя Даже если вам кажется, что ваш скилл гораздо выше Чем кубатуру мотоцикла Проверим, хватит ли у него мощи Сделать небольшой вернаут Внимание на декорезон Нам осталось прокатиться вдвоем Это же двухместный мотоцикл Если он выдержит меня и Миронова Значит, победителя с девушкой Или девушка-победителя с парнем Точно должна выдержать Я поехал за Мироновым Сейчас приеду Сейчас мы сделаем самое важное Этот мотоцикл должен быть уникальным Этот мотоцикл должен отрежуствовать то Что он подарен группировкой Харн Доро Ру Тому, кто выиграет в комплексе Поэтому сейчас мы делаем самое важное приемление Можешь порезнуть? Нет Мотоцикл собран Мы продемонстрировали, что он заводится Работают фары, поворотники Он едет сразу с двумя людьми Он даже немножко ржгет резину Ну а теперь начинается фактически русская рулетка И пусть победит сильнейший Удачи тебе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова